Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Сегодня неожиданно выяснилось, что интеллект нашей нынешней власти, то есть ее мозговая деятельность существенно по всем параметрам уступает нашему новому моющему роботу-пылесосу. Вы, конечно, многие скажете мне, что нечему тут удивляться, что я, собственно, тут кипишую. Это давно подозревали миллионы украинцев. А некоторые скажут, ну, Серега, перестань сравнивать. Это же высокоинтеллектуальный современный электронный продукт. Он обязан превосходить бредовую компанию безумно-безугла Татарова-Ермаковских-Кольтищенко, замешанных над Третьяковой. То есть, ну, современный, вот суперпродвинутый робот-пылесос по понятным причинам превосходит юриста Зеленского. Ничего удивительного нет, но что удивительное есть. Вы понимаете, даже робот-пылесос современный, оказывается, в отличие от нашей власти, обладает такой функцией, он умеет объезжать собачьи и кошачьи какашки, если такие вдруг появились? Зеленский и его команда не умеют. И конкретно на цифрах объясняют. Они выделили на сериал с вот этим поворозняком в виде прототипа главного героя 33,6 миллиона гривен. То есть, это приближается к миллиону долларов. А, простите, на музей Голодомора выделили полмиллиарда гривен. Это 500 миллионов долларов, так, на вскидку, это 13,5 миллионов приблизительно. То есть, вместе это 14,5 миллионов во время военных действий. Один дрон Mavic приличный стоит 3,5 тысячи долларов. То есть, это 4 тысячи Mavic'ов! А Mavic – это расходник на передовой, потому что каждый Mavic – это спасенные жизни, иногда десятки жизней. Но вместо того, чтобы сберечь тысячи и тысячи жизней наших ребят, эти безумцы всегда, просто с стопроцентной вероятностью найдут себе медийное дерьмо, куда влезут и развезут его по всем возможным каналам. Глядя на этих болванов, я с ужасом понимаю, что у нас не было более отвратительной, тупой и бездарной власти. Они, опять, ругать Порошенко можно сколько угодно, но под давлением наших западных союзников все-таки, как мы не будем ругать там Гройсмана, Светсуняком, но децентрализация, без которой, кстати, нас не примут ни в какой Евросоюз, и нам не светит НАТО, если мы не выполним вот этот набор требований. Все-таки при порохе худо, бедно, криво, косо, но это шло. Я уже не говорю про систему Прозоро, я уже не говорю про электронное декларирование. Эти уничтожают все. Пусть недостаточные, пусть небольшие, но хоть какие-то достижения попередников разбиваются о тотальную глупость, замешанную на полном мародерстве. Но есть такой вопрос. Вот чем отличается, если человек украл, или если человек сделал? Так вот, если украл, это еще можно вернуть, а если сделал, то это уже возвращению не подлежит. Так вот, эти даже не воруют. Эти именно делают то, что потом отыграть уже по времени будет невозможно. Они как расходный материал просто вбивают в землю наших с вами воинов. Потому что каждая государственная копейка из бюджета должна идти туда. Не на вот эти вот безумные проекты. Ну, мы же понимаем, зачем этот идиотский сериал? Потому что надо помочь своим дружбанам по цеху, потому что вот эта вот шобла, которая снимала, делала кварталы, все вот эти сценаристы, операторы, монтажеры, звукорежиссеры сейчас остались без работы, и им, конечно же, хочется помочь. То есть отобрали хлеб у тех, кто дублировал украинским языком все фильмы. И, конечно, Зеленский во время войны в первую очередь помогает нахомячиться своему ближайшему окружению. Вы слышали, что Баканов нашелся? Вот, по-моему, он все это время прятался в Гудвайне, где его уже начали замечать неравнодушные посетители. А он, оказывается, получал лицензию, он сейчас будет адвокатом. То есть вместо того, чтобы сесть по 111 статье и по законам военного времени давать показания, причем желательно не только нашим следственным органам, чтобы наши союзники подключились, им ведь тоже интересно. Собственно, он поназначал на базовые, на главные должности в своем ведомстве прямых российских шпионов. В общем, к нему огромное количество вопросов, но интеллект нашего нового робота-пылесоса просто на порядок превышает те жалкие умственные способности, которые благодаря глупости наших избирателей в 1919 году прорвались во власть. Причем они откровенно не собираются здесь жить. Они каким-то образом думают нахомячить и свинтячить. Совокупность содеянного ими просто не предполагает после нашей победы легального нахождения их на территории Украины. Если попередники, опять-таки, не надо упрекать меня, что я вот там чрезмерно критичен к тем, кто были до Зеленского, так вот, если попередники, опять-таки, тоже не ландыши майские, и там аж гайгуды и аж колусыцца, как они целыми командами паковались, то они хотя бы соблюдали ну, хоть какие-то нормы. Вы меня простите, но даже Янукович выглядит юридически грамотным и законопослушным персонажем, ну, во всяком случае, до того, как на Майдане начались убийства, вот до этого периода, Янукович вел себя приличнее, чем Зеленский и его команда. Вы понимаете, что Зеленский и его команда не смогут остановиться? Им уже и так в Вильнюсе на вот этом саммите при закрытых дверях, вы же понимаете, там была куча скандалов, которые во всех деталях не прорвались, но все равно по дипломатическим каналам и, ну, скажем так, люди информированные все равно по крупицам выносят эти детали. Им ведь напрямую сказали, ребята, с вами иметь дело себе дороже. Вы посвящаете основное время свое не для борьбы с внешним врагом, не для борьбы с агрессором. Вы посвящаете себя воровству, причем даже не воровству, а мародерству во время войны, потому что эта власть ворует на всем, как никакая другая до них. И ответственность избирателя, ребята, здесь вылазит на первое место. если бы не глупость избирателя, если бы не слюнявый вот постсоветский инфантилизм тех, кто пришли на избирательный участок, у нас бы, скорее всего, не началась бы война 24 февраля. А сегодня мы с вами должны сделать вот эту огромную, правильную, очень нужную работу. Поскольку узурпирована свобода слова у нас нет, телевидение, то это наша с вами функция общаться с друзьями, знакомыми, соседями и доносить в их промытые единым марафоном мозги правду, потому что это та задача, которую мы с вами обязаны выполнять и не лениться. Поэтому распространяйте мой влог по всем возможным каналам. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. А победа, победа обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не соржавеет.